18 апреля 2023 года, в светлый вторник, святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Николоугрешском монастыре в Московской области. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Павел, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую с Пасхой Божией Спасительной, еще и еще раз провозглашаю Христос Воскресе! Христос Воскресе! Мы с вами присутствуем на территории самой большой в мире православной митрополии. Никакая другая митрополия, епархия во всем православном мире даже близко сравниться не может. По количеству храмов и монастырей наша московская митрополия превышает многие поместные православные церкви. Ну а если подумать о всей Руси, об этом огромном количестве храмов, монастырей, о православном верующем народе, не формально верующем, не по записи в каких-то там книгах, как это требуется в некоторых странах, а по реальному участию Святой Евхаристии в посещении храмов Божиих, принятии святых христовых тайн. Действительно, сегодня религиозная жизнь на России представляется неким исключением из очень опасной тенденции, которая захватила христиан Запада, да и на некоторых православных христиан тоже распространяется. Это некий страх перед безбожными либеральными ценностями, которые нелетко инкорпорируются в государственное законодательство и которые через таковое очень сильно влияют не просто на обмерщвление людей, но и подталкивают очень слабых в религиозном смысле к отказу от всякой веры в Бога. Конечно, есть сопротивление этому среди православных и не только среди православных, но общая тенденция развития культурной жизни Запада действительно направлена, вначале это было целью секуляризировать, то есть отделить священное, то есть религиозное от светского, а теперь несомненно целью является понижение всякого религиозного фактора и ослабление его влияния на жизнь народа. И вот в этом печальном контексте некой апостасии, о которой, кстати, нас предупреждали и святые отцы, и священное писание, апостасия есть отход от Бога, предательство, отказ. Совершенно особым островом, как я говорю, островом свободы является наша страна и наша церковь. Мы действительно свободны. Некоторые наши противники, показывая пальцем, говорят, что вот там патриарх, он, то, что называется по приказу президента, действует. Пред Богом, говорю вам, никаких никогда приказов президент патриарху не отдавал, не отдает, и я уверен, как православный, верующий, воцерковленный человек и отдавать не будет. А что есть? А есть действительно некая симфония сегодня светской и церковной власти, той, о которой мечтали в Византии, но которая никогда в полной мере в Византии не реализовалась по причине особого значения роли императора, который считал себя в том числе и главой церкви. Действительно, сегодня то, что происходит в России, является событием уникальным, идущим в разрез общего, я бы сказал, апостасийного движения. Сказано, что будет воздвигнут кто-то или некто удерживающий, который будет удерживать мир от прихода Антихриста. Я не хочу сказать, что это Россия, потому что неизвестно, сколько еще будет эпох и времен отделять нас от этого периода пришествия в мир абсолютного зла. Но сегодня страна наша действительно, провозглашая и отстаивая христианские ценности, является той силой, которая в первую очередь примером своим, несомненно, вызывает уважение, а также иногда и желание подражать очень многим в мире. Но все то, о чем я говорю, ведь не приходит само по себе. Это результат очень большого труда нашей церкви, которая действительно заняла достойное место в жизни нашего народа. Когда я говорю церкви, я имею в виду епископат и духовенство, но, конечно, наш верующий народ, который сегодня действительно объединяет в себя людей разного положения, уровня жизни, образования, в церкви сегодня не какой-то отдельный сектор общественной жизни, как это было в советское время, а в церкви, в нашей народ, обратившийся к воскресшему Господу и Спасителю. И мы должны, конечно, беречь это достояние, просить Господа, чтобы никакие враги, не внешние, но и не внутренние, не поколебали этого исторического развития нашей страны и нашей церкви. А потому особая ответственность на всех, на нас, мои дорогие, православных христиан, на епископат, на духовенство, на весь верующий народ. Оберегать молитвами своими и добросовестным участием в жизни Отечества страну нашу от всякого зла. И еще раз подчеркну, что нашим самым главным и сильным средством является молитва. Поэтому сегодня молитва о властях и воинстве не должна быть формальным, связанным просто с каким-то литургическим текстом. Она должна происходить от глубины наших верующих сердец. Я хотел бы сердечно поблагодарить духовенство Московской митрополии за те труды, которые все вы, мои дорогие братья, совершаете. Действительно, мы не только самая большая митрополия в мире, но и вообще с тем, что сегодня представляет православное Подмосковье, ничего другого сравнить невозможно. И храмы, и монастыри, и церковные учреждения, и разнонаправленная церковная активность, часть которой я уже упомянул, все это свидетельствует о том большом пути, которое церковь Подмосковья прошла. Что же нам остается? А нам остается, может быть, самое главное. Не просто удерживать то, что мы обрели. Если человек стоит на своем месте, он перестает развиваться. Если церковь стоит на своем месте и, будучи удовлетворена тем, что есть, перестает ставить перед собой задачи пастырские, духовные, то тогда она слабеет. А слабость церкви в первую очередь отражается в отношении народа Божьего к церкви. Поэтому всех вас, мои дорогие отцы, владыки, отцы, призываю не щадить живота своего, ставить перед собой новые задачи, исходящие из тех проблем, с которыми сталкивается народ, церковь и государство. Молиться за то, чтобы мирным и благоуспешным было историческое развитие России, но и одновременно молиться и трудиться о том, чтобы церковь наша возрастала не только количественно, но силой духа и силой веры нашего народа. Вот этими словами я и хотел бы всех вас сердечно приветствовать и присовокупить к этим словам еще раз мою глубокую благодарность всему духовенству московской митрополии. за те труды, которые вы совершаете, пастырские, покормлению своих приходов, церковно-общественные, образовательные и прочие, которые содействуют укреплению позиций, духовных позиций церкви нашей в жизни Подмосковья. Пусть благословение Божие пребывает над всеми вами, пусть Господь укрепляет силы ваши духовные и физические, а всех нас сохраняет в единомыслии, в мудрости, в способности различать духов и дерзновенно, и ревностно служить Господу и Его Святой Церкви. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok